Всем моим зрителям огромный привет! Рада вас приветствовать на своем канале! И сегодня я еду на выставку собак и возьму вас с собой. Надеюсь, мне удастся что-то поснимать, не только поболтать со своими друзьями. Вот, и поехали, и немножко в дороге поболтаем с вами. Опять я вам покажу немножко свою... Эть, прошу прощения. Немножко покажу Самару. Ну, поехали. Выставка у нас проходит во дворце спорта. Но достаточно далеко от моего дома. Не знаю, как получится мне вас не трясти. Точнее, не трясти не получится, потому что, как я уже говорила, дороги у нас в Самаре. Не айс. Вот. И... И вот, что хотела сказать вам дальше. Вообще, что-то у меня не получается вас как-то вести. Положить телефон тоже не получается. Ай... Некрасиво вам будет сейчас? Вот. Но сейчас постараемся. У нас еще везде стоят гаишники. Гаишников очень много. Вот. Поэтому мне так как бы ехать небезопасно. Но да ладно. Вот. О чем, собственно, хотела сказать. Хотела сказать несколько слов о выставках. Выставка вообще, это такое мероприятие крайне субъективное. Потому что эксперты, они, естественно, каждый на свое усмотрение выбирает собак. Кому-то нравятся там более светлые, кому-то более темные, кому-то более худые, кому-то более толстые. Вот. Очень мало экспертов породников, настоящих породников, кто хорошо знает определенную породу. Вот. Или несколько пород. Вот. Таких экспертов, конечно, очень любят, ценят. Вот. Но бывают и эксперты такие совершенно... После экспертизы которых ты едешь с выставки и думаешь, господи, боже мой, что это было. Вот. Причем выиграла или не выиграла, это вообще не важно. Потому что, говорит, осадочек остался и впечатления там на ближайшие дни прям яркие. Вот. Поэтому мой вам совет относиться к выставкам как больше к такому празднику. И к результатам выставки относиться крайне спокойно, потому что на вкус и цвет товарищей нет. И, естественно, кому-то понравится ваша собака, кому-то не понравится ваша собака. Это зависит уже исключительно от эксперта, потому что иногда даже очень породные, качественные собаки, призеры в многочисленных выставках, выставок проигрывают под экспертизой тех или иных экспертов. Поэтому не зацикливайтесь, не относитесь к этому как к чему-то такому, что все, если вы не понравились, то все, пиши пропало. У вас плохая собака. Отнюдь. Ну и, конечно, на результат выставки влияет подготовка собаки. То есть это ее умение стоять в стойке, умение правильно, красиво бегать по рингу. Ваше, конечно, умение тоже. Насколько вы умеете взять себя в руки и четко послушать указания эксперта и сделать все правильно. Поэтому те, кто ездили на выставки, те, кто выставляли своих собак, наверное, уже прочувствовал всю эту атмосферу. На некоторых выставках, конечно, это действительно прям такой праздник-праздник. Выставляться очень приятно, эксперты радуют, обстановка радует, подарки радуют. На некоторых выставках там более все скромно и праздничную атмосферу организаторы не делают. Вот гаишники на моем пути. Спрячу я вас чуть-чуть за руль. Поэтому не всегда выставка это праздник, но организаторы, конечно, стараются как могут. За это им надо отдать должное, потому что, конечно, тоже сложно. Я вот один раз участвовала в организации выставки в нашем клубе и прочувствовала на себе, как это все муторно, и поездки за этими, выбрать подарки так, чтобы, в общем-то, постараться угодить. Вот. И организовать это все четко, чтобы было без каких-либо накладок. Вот. Это все, конечно, очень сложно. Поэтому организаторам выставки от меня большой поклон. Вот. Кто, конечно, не халтурит. Есть, конечно, халтурщики большие. Вот. Так. Ну и пока мы с вами немножко прервемся, а я постараюсь побыстрее доехать до места. Ну вот еще пока свободно еду. Ну, хотела еще сказать пару слов о помещении для выставок. Помещения для выставок тоже бывают крайне разные. Кто-то вообще проводит на улицах летом. Очень часто выставки бывают на улице. Вот сейчас, кстати говоря, мы с вами когда приедем на выставку, там ринги тоже будут на улице. Это и хорошо, и плохо одновременно, потому что, конечно, когда жарко и душно в помещении, то лучше всегда на улице, да, там хоть какой-то ветерок. Хотя, опять же, знаете, когда бывает на улице-то там за 40 градусов, да, и тенечка не бывает, то, конечно, очень тяжко. И собаки там все, ну, плохо себя чувствуют. Конечно, тоже очень-очень-очень тяжело выставляться. Но, к сожалению, в помещениях тоже у нас, к сожалению, кондиционеров нет. Вот, проводятся обычно выставки либо в каких-то дворцах спорта, либо в выставочных павильонах, где кондиционерами нас тоже не балуют. Вот, поэтому тяжко везде. Вот, ну, вот на улицах еще бывает такое явление природы, как дождь. Такое бывает часто, и ничего не поделаешь, да, выходишь прямо в лужу, собака бегает, и ты весь в лужи, мозг мокрый, и собака вся мокрая. И, ну, свои особенности, короче говоря, бывают. Свои тяготы выставочные бывают, но никуда не денешься. Вот, некоторые клубы, да, проводят, им хватает финансов, они проводят выставки, вот, в дворцах спорта, как я уже сказала, в каких-то выставочных павильонах. Вот, но летом в них тоже, конечно, жарко, зимой получше. Зимой однозначно, конечно же, все проводят в помещениях выставки. Вот, имейте в виду, если вы идете на выставку летом, и если вам клуб сразу говорит, то есть в расписании указано место проведения выставки, и оно на улице, соответственно, принимайте все меры для того, чтобы вам было максимально комфортно выставляться. То есть берите с собой зонты пляжные для того, чтобы тенечек сделать, стулья, некоторые берут, знаете, такие специальные, продаются палатки, вот, не в которых спят, да, а такие тенты, да, как бы. Вот, берут люди, то есть заядлые собачники, заядлые, кто ездит по выставкам все время, да, они покупают, у них лежат такие палатки, чтобы приехать на выставку, разложиться, столы, стулья, там, еда, собаку комфортно расположить в тенечке, и самим, в общем-то, тоже комфортно в тени сидеть. Вот, поэтому имейте это в виду. Сейчас покажу, вот это наш старый город, улица Победы. Эти дома такой советской постройки. У нас вообще очень зеленый город, конечно, зеленый, но, как уже говорила, не совсем недоухоженный, я бы так сказала. Но мы стараемся, стараемся, особенно перед чемпионатом Европы 18-го года по футболу, который у нас будет проходить, мы стараемся. Вот мы подъезжаем к выставке, у нас, кстати говоря, прошел дождь, и как сейчас там будет на выставочной площадке на газоне, что-то мне даже прям страшновато, не знаю, там грязь или что там будет, или все-таки более-менее сухо. Сейчас посмотрим. Это вот затки нашего дворца спорта, видите, столько машин, куча, кучная. Сейчас буду разъезжаться, спереди идущей машиной. Ну вот, пошли. Парни, как футбол, в котором сухо, куча, 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 куча. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok